Тепло и масса обмен определяет или сопровождает многие процессы в природе, промышленности и в быту. С явлениями тепла и масса обмена мы сталкиваемся на каждом шагу, причем чаще всего с нестационарными процессами. Нагрев и охлаждение важнейшие процессы в жизни. В металлургии и машиностроении без нагрева не получить металлы и доброкачественные изделия из них. Ковка, штамповка, прокатка, термообработка также связаны с явлениями теплообмена. Пример совместного тепла и масса обмена сушка древесины, керамической плитки и других материалов. В каждом случае процессы нестационарного тепла и масса обмена проявляются по-разному, но им присущи общие закономерности. Понимание закономерностей тепла и масса обмена, умение правильно рассчитать или выбрать тепловой режим способствует организации высокоэффективных технологических процессов различных производств. Переходя к изучению нестационарных тепловых процессов, рассмотрим некоторые основные положения теории теплообмена. Теплообмен это самопроизвольный необратимый процесс переноса энергии в форме тепла, обусловленный неоднородным распределением температур в пространстве. Передача тепла осуществляется теплопроводностью, конвекцией, тепловым излучением. Теплопроводность всегда связана с переносом энергии структурными элементами, молекулами, атомами, электронами. При конвекции перенос теплоты неразрывно связан с перемещением объемов жидкости или газа из области с одной температурой в область с другой. Тепловое излучение – это распространение теплоты с помощью электромагнитных волн. Мерой энергии, переданной форме тепла, служит его количество Ку, именуемое тепловым потоком. Совокупность значений температур в данный момент во всех точках тела образует температурное поле. Если температуры в рассматриваемых точках изменяются во времени, то поле называется нестационарным. Мерой интенсивности изменения температуры служит градиент температуры. На языке формул это выглядит так. Величина градиента температуры – важный технологический параметр процессов нагрева и охлаждения. Отклонение этого параметра от заданного значения может привести к браку. Разберем один из случаев нестационарного теплообмена – теплопроводность в плоской стенке. Установлено, что плотность теплового потока пропорционально разности температур, обратно пропорционально толщине стенки и зависит от способности материала проводить тепло. В основе аналитической теории теплопроводности лежит гипотеза французского ученого Жана Батиста Фурье. Математически она выражается законом Фурье. Ламбда – коэффициент теплопроводности. Он характеризует способность вещества проводить тепло. Для теплоизоляционных материалов ламбда не превышает 2-3 десятых ватт на метр градус. А для металлов – в десятки и сотни раз больше. Градиент температур определяет величину плотности теплового потока. Взаимосвязь между распределением температур в теле и возникающими в нем тепловыми потоками устанавливается уравнением. Но чтобы решить это уравнение, необходимо установить явный вид функции температурного поля. Для этого в свою очередь надо решить дифференциальное уравнение теплопроводности Фурье при соответствующих условиях однозначности. Здесь коэффициент температуропроводности А характеризует способность тела изменять свою температуру при нагреве или охлаждении. В составной части условий однозначности являются граничные условия. при ограниченных условиях первого рода задается распределение температуры на поверхности тела для каждого момента. при ограниченных условиях второго рода задана плотность теплового потока на поверхности тела и ее изменения во времени. Граничные условия третьего рода включают в себя температуру окружающей среды и условия теплообмена поверхности тела с окружающей средой. Решать подобные задачи аналитическими методами сложно. Даже применение численных методов расчета с использованием ЭВМ не всегда позволяет оперативно получить требуемый результат. Между тем в ряде случаев необходимо на основании тех же исходных данных с достаточной степенью надежности рассчитать течение нестационарного теплообменного процесса. специфика подобных задач, возникающих при рассмотрении нестационарного тепла и массообмена, требует иного подхода к их решению. При исследовании нестационарных процессов тепла и массообмена применяют теорию подобия физических процессов. Эта теория позволяет оперировать не множеством индивидуальных размерных параметров, а безразмерными комплексами, составленными из этих параметров. Распределение температур в теле определяется при этом уравнениями подобия, в которые входят различные критерии и числоподобия. Рассмотрим влияние размеров и теплопроводности тела, а также условия теплообмена с окружающей средой на распределение температур в теле при нагреве. Чем обуславливается характер распределения температур в теле? Он зависит от соотношения внутреннего и внешнего термических сопротивлений, соответственно, теплопроводности в теле и теплоотдачи на границе тела с окружающей средой. Критерий био является средней мерой этого соотношения. Если критерий био оказывается меньше одной десятой, то тело можно считать термически тонким. Если же критерий био больше единицы, то перед нами термически толстое тело, в котором температуры на поверхности и внутри значительно разнятся. Пользуясь методикой расчета, опирающейся на теорию подобия, решим, например, следующую задачу. Установим, как изменяется во времени распределение температур по сечению длинного стального цилиндра, нагреваемого при граничных условиях третьего рода. Такие задачи нередко реально возникают на производстве, и от правильного их решения зависит выбор наилучшего технологического режима и, в конечном счете, качество деталей. Для упрощения расчетов разработаны специальные номограммы. Итак, сперва устанавливаем, каковы в данном случае значения критерия био и числа фурье. Затем по номограммам определяем значения θ, из которых вычисляем искомые температуры на поверхности и на оси цилиндра. Таково графическое воплощение решения нашей задачи. Для твердого тела с внутренним источником тепла вид функции температурного поля устанавливают решением уравнения. Уравнение подобия в этом случае имеет вид. В жидкостях и газах энергия в форме тепла передается в основном путем конвекции. Одновременно часть тепла переносится за счет теплопроводности и иногда теплового излучения. При конвективном теплообмене распределение скоростей и температур потока жидкости или газа взаимосвязаны. В движущемся вдоль поверхности нагрева потоки образуется динамический пограничный слой. Он создает большое термическое сопротивление тепловому потоку между жидкостью и поверхностью нагрева. Чтобы усилить конвективный теплообмен пограничный слой необходимо сделать тоньше, увеличив скорость и турболизацию потока. количество тепла в этом случае вычисляют по формуле и коэффициенты теплоотдачи в ней определяют из уравнений подобия, полученных экспериментально при моделировании тепловых процессов или теоретически. Нестационарность теплообмена излучением в среде между телами проявляется только в случае, когда эта среда поглощает или рассеивает излучение или имеет собственное излучение. Наряду с теплообменом мы часто встречаемся с процессами массообмена. Массообмен может быть диффузионным и конвективным. Количество вещества, проходящее в единицу времени через данную поверхность, называется потоком массы. Проходящий через единицу поверхности поток массы называется плотностью потока массы. Если массообмен вызван молекулярной диффузией, то плотность потока массы определяется законом Фика. Д – коэффициент диффузии. Из закона Фика следует, что градиент концентрации – это такая же движущая сила массообмена, как градиент температуры при теплообмене. И в этом случае градиент С аналогичен градиенту Т уравнения Фурье. Конвективный массообмен между поверхностью жидкости или твердого тела и окружающей средой называют массоотдачей. Поток массы при этом рассчитывает по формуле, где бета – коэффициент массоотдачи. Итак, руководствуясь общими положениями теории тепло и массообмена, мы ознакомились с распространенными в природе и в технике явлениями нестационарного нагрева, охлаждения и массообмена. Понимание сущности закономерностей этих явлений, умение правильно подойти к возникающим при этом задачам, позволяет оптимально контролировать и рассчитывать сложные тепло- и массообменные процессы. Редактор субтитров А.Семкин Маргин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова